Из 360 ветеранов блокадного Ленинграда в Северодвинске осталось лишь 90. У каждого своя военная история. Музей истории детско-юношеского центра открыл выставку «Дорога жизни» в Молотовск. Мы дети, пережившие блокаду в суровую годину на Неве. Мы дети, только очень постарели. Тревожные нам часто снятся сны. Нам очень повезло, что не сгорели в пылающем пожарище войны. Это стихи Бориса Николаева. Когда-то он пережил блокаду Ленинграда. После проживал в Северодвинске. Когда-то и Нина Алексеевна сама пережила страшную войну. Тогда ей было всего 6 лет. В Ленинграде она осталась со своей матерью, бабушкой и тетей. Ей было нечего. Совершенно. Ремни варили. От папы, поскольку он финскую, потом в милиции служил, ремней-то было много. Варили ремни. Бульон какой-то был. Кочерыжки из-под снега выкапывали. Сегодня историю ветеранов блокадного Ленинграда собрали в Дюце. Здесь организована выставка «Дорога жизни» в Молотовск. Здесь уникальные экспонаты. Они хранят память о том времени. Вот я там с тетей маленькая. Где еще я в школу не ходила. А рядом фотографии только две сохранились. Где у меня два брата и сестра. Потому что уезжали, мы ничего ведь не брали с собой. А что и брали, дорогу потеряли. У родственников. У кого где немножко сохранилось, так вот взяли. Вот так ничего у нас не было с собой. Этот альбом – один из самых уникальных экспонатов. Здесь рисунки и стихи, написанные во время блокады Ленинграда. Выставка реализована в рамках проекта «Дорога жизни» в Молотовск. Он получил финансирование в конкурсе проектов «Молодежь Северодвинска». И уже с октября успешно реализовывается. Значит, основа проекта – это видеоэкскурсия. Уникальная по своей сути. Можно так сказать, что это будет документальный фильм. О блокадниках нашего города. О вообще блокаде Ленинграда. В видеоэкскурсии будет именно интервью. Отцифровывали экспонаты. Над фильмом работало много специалистов. Видеоэкскурсию покажут в учебных заведениях города. Фильм в доступной форме расскажет школьникам и студентам историю блокадного Ленинграда.